друзья всем привет сегодня я снимаю видео на тему почему суккуленты становятся красными и почему они меняют цветовые оттенки когда я только начала заводить себе растения то есть суккуленты меня как и всех других привлекали яркие оттенки в растениях привлекали яркие виды но приобретая некоторые из них я разочарованно наблюдала как моих условиях они быстро теряли цвет сейчас я с этим смирилась и понимаю что не все потеряно потому что если основным фактором для окраски растений является освещение то есть если я приобрету себе мощные лампы то все будет у меня красиво и привлекательно но так как на мои полки я посчитала приблизительно вот той освещенности той мощности ламп которая мне нужна в общем эти лампы мне обойдутся порядка 10 12000 но это не маленькая сумма согласитесь но для меня по крайней мере не маленькая вот и поэтому я все оттягиваю оттягиваю но недавно я вообще занялась этим вопросом сейчас я роюсь на сайте алиэкспресс ищу себе там подходящие лампы нашла вот два продавца наверное все таки закажу хотя бы на одну полку пока причины извиняюсь причина изменения цвета у растений одна это стресс стресс для растений бывает двух видов в хорошем понимании этого слова и в плохом хороший стресс что к этому относится суккуленты стремятся окрашиваться в тот свет который присущ данному виду естественных условиях то есть там откуда они родом изменение цвета в яркую сторону это как бы ответ растения на экстремальные условия когда растения подвержена большому количеству света прямых солнечных лучей то есть первый фактор это освещение при котором растение вырабатывает красный пигмент который называется каротиноиды и эти каротиноиды они защищают растения защищают его от ультрафиолетовых лучей солнца второе наверное да второе когда растение когда растение становится когда растению становится либо очень жарко либо очень холодно то есть фактор температуры и климатических условий третье когда растение подвержено изменению температурного режима то есть перепаду температур когда ночная температура опускается до плюс 4 5 градусов а днем плюс 25-30 вот этот фактор он наиболее ярко по моему мнению окрашивает растение потому что на своих примерах мои растения стоят на улице и до холодов они у меня там постоянно находятся и вот я заметила что наиболее яркими они становятся именно тогда когда начинается перепад дневных ночных температур когда растение так также когда растение использую когда растение испытывает водное голодание то есть вы сокращаете полив и листья становятся у ваших суккулентов ярче когда растение испытывает минеральное голодание это бедный грунт отсутствие удобрения то есть чем беднее грунт тем ваши растения будут ярче все эти условия являются хорошим стрессом для растений потому что при этих условиях они также продолжают расти становятся наиболее яркими компактными становятся более привлекательными и согласитесь что допустим розетка вот перфон нюрнберг розовая она конечно же привлекательнее будет тогда когда она в розовом цвете нежели в серо-зеленом и вытянутом состоянии поэтому вот этот хороший стресс он для растений ну как бы положительно влияет разные виды суккулентов окрашиваются только в те цвета которые присущи тому или иному виду вот смотрите хиверия шавиана вот сейчас вот так я сделаю наверное потому что под этим углом как-то более-менее приближена камера все равно она не передает всех оттенков на самом деле они сейчас намного розовее камеры больше выкидывает их в голубую сторону вот самое крайнее хиверия шавиана с моментом увеличения светового дня и чем больше света она будет намного ярче вот сейчас у нее окрашены войну вообще ничего не видно сейчас у нее окрашены только кончики в розовый цвет на ярком солнце она станет такой пурпурно-розоватой красу триколор триколор но она стойкая девочка она до сих пор держит еще свой оттенок свои три цвета на не теряет хотя она стоит у меня вообще абсолютно без досветки в этом горшке 2 ионюм а ионюм вот этот темный ионюм арбореум отра пурпуреум в зависимости от освещения его цвета варьируется от черного до малинового вишневого но сейчас как видно ему не хватает цвета потому что вот серединка зеленоватая но все равно он темненький более-менее еще так нормальный у него вид это ионюм сидифолиум при яркой освещенности он будет намного сочнее красочней вот сейчас у него полосочки красные еле заметны на листах при яркой освещенности они будут намного выразительнее и больше они будут занимать пол листа так поставила на паузу чтобы было нагляднее видно вот это хиверия пули донис но не знаю вот ловлю угол ничего не получается вот эти две розетки которые его сейчас я снимаю эти две розетки если присмотреться невооруженным глазом без фотокамеры лучше видно но все равно вот тут попытаюсь показать вот она стоит вот эти две розетки стояли две недели ближе к свету и к окну чем вот эти и они намного компактнее даже за эти две недели и намного темнее вот эти как вы видите зеленей вот угол справа розетка то которая сзади она темней и это видно прямо хорошо видно контраст на лицо то есть в одном горшке сидят четыре розетки 2 из них были повернуты к свету 2 от света и вот разница на лицо то есть световой фактор имеет огромное значение сейчас поставлю то же самое пахеверия шейдекере вот этот горшок стоял у меня под красной лампой вот эти маленькие детки они были повернуты непосредственно под самые под самые лучи этой лампы и вот смотрите разницу эти розетки зеленые только кончики красноватые а эти прям такие насыщенно розовые уже почти что все розовые эхиверия файлайт вот это эхиверия она летом становится полностью ярко красной насыщенная такая прям костер костер сейчас все эти листья старые которые летние были они отпали вот остался один единственный он уже почти что отсох смотрите вот он красный до света ей мало поэтому она сейчас позеленела красными не остаются только волнистые кончики листа это жемчужина перл фон нюрнберг на вот такой красивый никогда не была у меня даже летом не передает камера ее цвет она невероятно красивая такой насыщенный глубокий цвет повредила чуть-чуть я лист когда снимала налет повредился вообще она у меня красавица дальше хотела вот сказать про этот горшок здесь садик здесь у меня подростки можно так сказать и вот этот садик стоит от лампы лампа не мощная лампа всего 8 ватт она красного спектра и они стоят не лампа от них находится на высоте наверное сантиметров 8 то есть чем ближе чем мощнее свет лампы тем они ярче окрашиваются вот даже и они вам вот этот киви сейчас его не узнать вообще он больше салатовому оттенку преобладает а сейчас он практически красноватый такой весь красненький это эхиверия бен бадис тоже окрасила свои кончики это эхиверия лонгисима резкости нет вот так вот лонгисима окрасилась хорошо но опять это ее неестественный окрас красивее конечно все равно чем зеленая розетка но естественный окрас у нее другой когда она стоит на солнце то есть у нее она больше пятнистая и пятна приобретают такой своеобразный узор на листьях так это моя лошадка эхиверия blue сюрприз лошадка тоже цвет не передает вообще на розовая нежная на камеру она голубая но все равно все равно это пример того что растение меняют свое освещено свою окраску от количества света все ли суккуленты меняют цвет под воздействием вот этих факторов нет не все не все и и это и это зависит непосредственно от самого растения вот суккулент фаукария это растение всегда останется зеленым может быть она чуть-чуть побагровеет если на нее прям будет попадать палящее солнце но все равно она будет всегда зеленым и также многие другие суккуленты то есть каждому суккуленту присутствуют свои пигментные оттенки они заложены уже у них на агенном уровне и вот это растение никогда не будет красным вот это растение тоже никогда не будет красным а это растение никогда не будет розовым вот и вере и бани сейчас она практически зеленые кончики листьев у нее красные но с попаданием большого света прямых солнечных лучей она начнет постепенно окрашиваться и вот эти красные полосы они уйдут практически до основания листа то есть она будет как бы окамлена вот этой красной полосой она станет намного выразительней вообще гавуидные очень хорошие растения они не тянутся они сохраняют свой компактный вид даже если у них мало освещения и поливать их нужно намного реже чем простые суккуленты потому что листья у них очень мясистые плотные и в них огромное количество влаги и этой влаги хватает для того чтобы растение существовало нормально долго и обходилось очень длительное время без воды это был хороший стресс теперь я хочу сказать о плохом стрессе сейчас я поставлю на паузу и достану одно растение так достала растение и так что же такое плохой стресс растение может желтеть краснеть и чернеть не только тогда когда ему хорошо и также может приобретать такие оттенки в связи с негативными факторами такими как перелив паутинный клещ и прочие вредители трипсы загнивание стебля и полная гибель растения паутинный клещ высасывает сок растения и места на местах его появления на листьях сначала остаются красные следы затем с моментом уменьшения жидкости в листьях листья чернеют и высыхают то есть растение краснеет на начальных стадиях от повреждения от перелива листья желтеют затем становятся желто прозрачными с одной стороны это красиво с другой стороны это ужасно это ужасно потому что растение ваши гибнет и это плохой стресс и звоночек к немедленному спасению вашего питомца сели суккуленты меняют цвет под воздействием стресса да все суккуленты меняют стресс под воздействием плохого стресса вот растение это гибрид шавиана стректифлора балерина связи со суть света она позеленела но центр розетки смотрите стал вишневый почему я когда увидела пришла в шок приглядевшись к розетке я увидела как по ней ползают трипсы то есть за наверное дней за пять они сожрали эту розетку до такой степени что ее стало не узнать я вчера обрабатывала до пол третьего ночи обрабатывала все растения пришлось поливать всю свою коллекцию это очень было проблематично потому что нужно было составить каждый горшок каждый полить можно ждать пока стечет вода но пришлось это делать потому что трипс это такая гадость если она завелась в одном горшке то переползут на другие уйди отсюда уйди не лезь вот это плохой стресс ужасный стресс надеюсь что она обновится трипсы погибнут но вот эти листья конечно они останутся со временем розетка обмолодится они отойдут вниз но лишь бы они подохли повторную обработку проведу через две недели вот такая страсть ну вот это все наверное что я хотела рассказать о том почему меняют цвет ваши растения тема этого видео у меня возникла когда я увидела трипсов на вот этой хиверии подвергать свое растение стрессу или нет но стрессу конечно положительному хорошему стрессу решать только на но в большинстве случаев все конечно же стремятся красивым формам яркости растений поэтому создают искусственные искусственный стресс искусственные условия приближенные к естественным в домашних условиях создания искусственного стресса практически все могут осуществить досветкой минимальным поливом то есть содержание их дома приблизить к максимальным максимально приблизить к природным условиям конечно же не каждый может себе позволить содержать летом растения на солнце на открытом воздухе это зависит уже от наших бытовых условиях и также не каждый может позволить себе содержать растения в теплицах а теплица наверное мечтает каждый суккулентовод любитель согласитесь я мечтаю мечты сбываются не знаю если очень захотеть может быть и сбудется но пока наверное вот эта мечта у меня остается несбыточной я посмотрю на видео георгия ну прям слюна клубом наверное она дотекает до георгия моя слюна минут за минут за пять от меня до москвы и так подытожу о том что рассказала для того чтобы ваши суккуленты имели яркий окрас нужно обеспечить их первое ярким освещением хорошо дренированной рыхлой почвой не часто подкармливаете так как удобрение выводит из суккулентов окрас реже поливайте летом один раз в неделю в осенне-зимний период ну примерно один раз в две-три недели если позволяют бытовые условия подвергайте их перепадам температур и содержите их на свежем воздухе и будет вам и вашим растениям счастье и моим тоже ну все всем пока пока